Приветствую вас друзья! На своем канале я часто рассказываю вам про различные криптоинвестиционные проекты, распродажи молодых токенов, DeFi фармилок и так далее. Особенно много таких роликов у меня было в последнее время. Поэтому сегодня я хотел бы привнести на канал некое разнообразие и рассказать вам о довольно необычном проекте, который хоть и имеет финансовый потенциал, как собственно и все связанное с криптовалютами, но при этом более интересен данный проект в технологическом плане. Данный проект называется Канария. Это уникальный NFT проект, построенный на блокчейне Kusama. Про данный блокчейн я уже рассказывал вам на своем канале, но кратко напомню, что Kusama это своего рода дочерняя сеть блокчейна Polkadot, на которой испытываются как потенциальное обновление для самой сети Polkadot, так и создаются тестовые версии различных необычных приложений, готовящихся к запуску в основной сети. Но только проблема в том, что в блокчейне Kusama по умолчанию нет поддержки технологии NFT. И как же тогда проект Канария сможет работать в данной сети? А тут на помощь приходит протокол Remark. Это экспериментальная технология, разработанная группой из четырех разработчиков-энтузиастов, которая, грубо говоря, представляет собой надстройку над блокчейном Kusama, позволяющую серьезно расширить функционал данной сети. Помимо NFT, протокол Канария также дает возможность проводить в сети Kusama децентрализованные опросы и голосования с записью результатов блокчейн, проводить распродажи токенов, реализовать переписку через блокчейн и так далее. В будущем, возможно, появится еще больше функций, поскольку технология Remark является очень молодой и экспериментальной. Но в чем же именно заключается необычность NFT от Канария, кроме того, что они работают на блокчейне, не поддерживающим незаменяемые токены? Уникальных преимуществ у Канария действительно много, но особенно я хотел бы отметить такую функцию, как кастомизируемость NFT. Например, в Канарии NFT карточки представлены в виде различных экзотических птиц, и у каждой такой птицы есть свои уникальные характеристики, как функциональные, так и чисто косметические. И самое главное то, что пользователи могут сами добавлять и удалять эти характеристики к своим птицам. Например, менять задний фон на карточку, менять эмоцию птицы, ее цвет, тип оперения и так далее. Все это осуществляется за счет так называемых вложенных NFT токенов. То есть каждый дополнительный атрибут NFT птицы представляет собой тоже NFT токен, который пользователи могут как прикреплять к своим птицам, так и обмениваться этими атрибутами с другими пользователями Канария. Таким образом, вместо простой покупки заранее созданных уникальных карточек в Канарии пользователи могут сами прямо на блокчейне создавать свои уникальные произведения в таком своего рода конструкторе. Хотя на самом деле эта система работает гораздо сложнее и атрибуты нельзя просто прикреплять к птицам, а делается это только за счет повышения вероятности. Причем каждый NFT атрибут может повышать вероятность добавления нескольких разных характеристик на птицу, что добавляет некоторый элемент случайности и я бы даже сказал азарта. Плюс еще и сами птицы бывают разных типов. Это супер, фаундер, рар и лимитед. И каждая из них имеет разные вероятности получения тех или иных атрибутов. Но это что касается косметических изменений. Помимо них есть и более функциональные модификаторы для птиц, так называемые черты. Например, на данный момент известно о четырех возможных чертах у птиц в коллекции Канария, которые могут наделять их функциями бесплатных транзакций, возможности их владельцам получать доступ к различным эксклюзивным мероприятиям и ранить доступ к новым функциям и так далее. Так что помимо простой игровой составляющей птицы от Канария могут быть полезны и в бизнесе. Например, если вам попадается птица с чертой бесплатных транзакций, то вы сможете за счет нее осуществлять бесплатные транзакции через протокол Remark, что даст вам возможность сэкономить сотни тысяч долларов при запуске собственного стартапа. Однако говорить о какой-то именно инвестиционной привлекательности птицы от Канария я не особо хочу. Проект этот очень сильно экспериментальный. Помимо того, что сама сеть Кусама представляет собой довольно молодой блокчейн, да еще и протокол Remark это абсолютно новая технология, будущее которой туманно. Поэтому неизвестно, сможете ли вы кому-то продать своих птиц через месяц или год после запуска проекта Канария. Но если вы все-таки хотите заиметь себе NFT птичьих под Канария, то сейчас для этого самое время. Потому что до 30 апреля идет период публичной подачи заявок для пользователей, которые за небольшой взнос в монетах Кусама смогут получить себе яйца с птицами, которые вылупятся 1 июня 2021 года. После чего проект Канария официально запустится и пользователи получат возможность обмениваться своими птицами с различными атрибутами. Плюс помимо этого известная команда Promo Team совместно с создателями Канария будут проводить ивент по раздаче NFT от данного проекта. Сам ивент еще не начался, но подготовиться к нему и пройти KYC можно уже сейчас. Хотя опять же, это все не гарантировано, так как проект очень молодой и экспериментальный, поэтому действуйте на свой страх и риск. И на этом у меня друзья все, удачи вам профитов, пока-пока.